Приюты для бездонных животных – дело затратное и малоприбыльное. Проблема давнишней требует совместной работы как муниципальной, так и областной власти. Об этом говорили на заседании Комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии регионального парламента. По словам его председателя Владимира Сипягина, на содержание и стерилизацию безнадзорных животных муниципальное образование ежегодно получают из областной казны порядка 16 миллионов рублей. Правда, по данным за прошлый год, половина этих средств осталась неосвоенной. Я хочу привести пример города Владимира. Все мы видим, что количество безнадзорных животных в Владимире становится гораздо меньше. При этом раньше город Владимир сам решал эту проблему, сейчас решает с помощью областных бюджетных средств, что очень положительно для казны города Владимира. И проблема решается. Городская власть ее контролирует. В том числе есть другие примеры на территории Владимирской области. А какие-то муниципалитеты не решают эту проблему. И я считаю, что нам совместно и депутатскому корпусу, и областной власти в лице департамента ветеринарии, и муниципалитетам надо совместно решать эту проблему, совместно определять преференции для этого бизнеса. Члены аграрного комитета ЗАГС собрания коснулись нашумевшей проблемы африканской чумы свиней, поразившей сразу несколько районов области. Только в прошлом году от вируса погибли 134 свиньи. Более 600 пришлось забить. Еще до снязя карантина в области был разработан целый комплекс мер борьбы с АЧС. Он включил в себя приобретение специального защитного оборудования и выплату компенсации фермерам, потерявшим скот. Общая сумма выплат составила около 80 миллионов рублей. Те финансовые средства, которые предусмотрены были в 2017 году из областного бюджета, которые выделены уже в гораздо большем размере, это десятки миллионов рублей на предотвращение этой проблемы в 2018 году, со слов директора департамента ветеринарии, позволят решить эту проблему. А мы, как депутатский корпус, будем подключаться к этому вопросу и держать его на контроле. В 2017 году на аграрный сектор экономики региона из бюджета было выделено более 2 миллиардов рублей. Особый упор на развитие альтернативных отраслей животноводства и сохранение земельных ресурсов. В обработку в этом году вовлечено 7 тысяч гектаров неиспользуемых площадей. Улучшается и инфраструктура в деревнях и селах. Учитывая социальную значимость участия населения в бюджетном процессе, в областном бюджете были предусмотрены средства на гранты. Грантовая поддержка проектов местных инициатив граждан, проживающих на селе. Результатом стало обустройство 11 спортивных площадок и зон отдыха в сельских поселениях области. Благодаря бюджетным средствам жители сельских поселений смогли переехать в новое жилье. На это по программе «Устойчивое развитие сельских территорий» в 2017 году было выделено более 50 миллионов рублей. Приобретены квартиры и построены дома. Государственное жилье стало большим стимулом для приезда на село 42 молодых специалистов.